Сказка Спугнёшь и не найти, ты за нею на порог, а её и нету. Только тысячи дорог разбрелись по свету. Сегодня эти дороги поведут нас в края, где живут сказки разных народов. Ты помнишь, в некотором царстве, в тридесятом государстве или жили-были, было это или не было, сколько раз ты слышал эти слова и всегда знал, что с них начинается сказка. И, наверное, с нетерпением ждал, а что же будет дальше? Много на свете разных сказок, весёлых, грустных, добрых. У каждого народа свои сказки. Знаешь ли ты, сколько разных народов живёт на земле? Русские, белорусы, украинцы, узбеки, чехи, болгары, французы, англичане, вьетнамцы. Да разве всех перечислишь? Их великое множество. И у каждого народа свои обычаи, свои национальные костюмы, танцы, песни. И сказки тоже у каждого народа свои. Сказка, которую я хочу рассказать тебе сегодня, живёт в Корее. Как же она живёт, спросишь ты? Жить могут люди, животные, птицы. Но сказка, как она может жить? А вот как старики рассказывают сказку внукам, а внуки, когда становятся взрослыми, рассказывают её своим детям. Вот так и живёт сказка. Долго живёт. Особенно, если в ней говорится о дружбе, о братской любви. Ну так слушай сказку. Случилось это давно, очень давно, когда ни тебя, ни меня ещё на свете не было. Жили тогда в одной корейской деревне два брата. Старшего звали Чан-мо, и жил он на одном конце деревни. Младшего звали Чан-су, и жил он на другом конце деревни. Вот встретились как-то вечером Чан-мо и Чан-су посреди деревни. Здравствуйте, Чан-мо, старший брат. Здравствуй, Чан-су, младший брат. Ты что-то неважно выглядишь. Тебе плохо живётся? Что вы, что вы, дорогой старший брат. Мне очень хорошо живётся. Я даже построил себе хижину из тростника. Теперь мне бы только обзавестись быком. А у тебя есть деньги? Помещик обещал мне дать в долг. А чем же ты будешь отдавать? Ведь тебе ещё нужно платить за землю. Трудно. Ой, трудно тебе живётся. Совсем не трудно. Я встаю, когда все ещё спят, а ложусь, когда все уже спят. Вот и всё. А вот вы, мой дорогой старший брат, ай-яй-яй, плохо выглядите. Вам, наверное, живётся труднее моего. Что ты, что ты, младший братец. Мне живётся гораздо легче твоего. Ведь у меня столько помощников. Три сына, три дочери, жена, отец и мать. Да, но... Я очень спешу, дорогой младший брат. И тебе тоже некогда. До свидания. Счастливого тебе пути. И вам счастливой дороги, уважаемый старший брат. До свидания. Всё же мне кажется, что моему дорогому старшему брату совсем не легче от того, что у него три сына, три дочери, жена, отец и мать. Сколько ртов. Ай, и все хотят риса. А старший брат собрал его только десять мешков. Я собрал два мешка, но ведь я один. Вот что. Ой, снесу-ка я ему свой мешок риса. Уже стемнело. Брат меня не увидит и не догадается, откуда у него лишний мешок. Какой же взять мешок? Так, этот. Ага. Ох, тяжёлый. Ничего. Чем тяжелее, тем больше будет риса у старшего брата. Ну, пойду. Так. Так, Чансу. Тихонько. Тут должен быть камень на дороге. Не споткнуться бы. Не споткнулся. Чансу, молодец. Очень хорошо. Теперь только подняться на мостик. Ой. Тихо. Чансу. Кто-то идёт навстречу. Кто же это? Спрячусь скорее, чтобы он меня не увидел. Ох. Ох. Никого. А ведь я ясно видел, что кто-то шёл мне навстречу. Наверное, он свернул на боковую тропинку. Ну, пусть себе идёт, куда хочет. Мне тоже надо идти. Ушёл. Кто бы это мог быть? Ну, пусть идёт, куда хочет. Мне тоже надо идти. Пойду дальше. Топ-топ, топ-топ, топ-топ и пошёл. Идёт наша сказка. Идут путники. Один туда, другой сюда. Один направо, другой налево. Куда они придут? Туда, куда приведёт их сказка. Пришёл Чансу, младший брат, к дому старшего брата, положил мешок с рисом и поспешил обратно. Да, пришёл домой и ничего понять не может. Ничего понять не могу. Было у меня два мешка риса. Отнёс я старшему брату один мешок. А мешков всё равно два. Ой, не знаю, что и думать. Потом подумаю, снесу лучше старшему брату ещё один мешок. Так, топ-топ, идёт Чансу, идёт наша сказка. Вот привела она Чансу, младшего брата, на середину деревни к тому мосту. И опять слышит Чансу, кто-то идёт ему навстречу. Ой, опять кто-то идёт. Пусть идёт. Некогда мне смотреть, кто это. Надо мешок старшему брату нести. Побегу скорее. Отнёс Чансу, младший брат, мешок старшему брату. Вернулся к себе. Смотрит, что такое. Как было у него два мешка риса, так и осталось чудеса. Ой, чудеса. Опять у меня два мешка. Так снесу же я старшему брату ещё один мешок. Взвалил опять Чансу мешок себе на плечи и пошёл по знакомой тропинке. Только дошёл до середины пути, слышит топ-топ, топ-топ, идёт кто-то ему навстречу. Ой, тихо, Чансу, опять кто-то идёт. Уж теперь я рассмотрю, кто это такой. Постою, подожду. Ой, и он остановился. И стоят оба в темноте. Остановилась наша сказка. Кто это такой, думает каждый. Нужно самим догадаться, почему встретились оба брата. И младший, и старший с мешками на плечах. И почему у Чансу мешки всё не убывали, хоть он и отнёс уже старшему брату два мешка. Почему? Узнали братья друг друга, рассмеялись, обнялись крепко. Вот почему Рис у Чансу, младшего брата, всё не убывал. Ведь оба брата в один и тот же час стали помогать друг другу. Ну вот, и всё. Здесь и кончается наша сказка. Добрая, старая, корейская сказка о братской любви и дружбе. И начинается другая сказка. Она родилась далеко-далеко в Боливии, в маленьком посёлке Сан-Лоренцо. Написал её детский писатель Боливии Оскар Альфара. Называется сказка «Путешествие водяной струйки». Тоненькая, чуть заметная струйка воды спрыгнула с вершины скалы и побежала вниз по склону. Серая птичка с оранжевым клювом сразу же заметила её и подлетела, чтобы напиться. «Пожалуйста, не делай этого», — попросила струйка. «Ведь я такая маленькая, ты одним глотком выпьешь меня». «Ты должна только радоваться моему желанию», — пропела ей в ответ птичка. «Ведь со мной ты взлетишь высоко в небо, а извиваясь по земле, как червячок, ты никогда никуда не доберёшься». «Доберусь», — ответила ей струйка, — «и обязательно увижу море». «Ну и смешная же ты», — опять запела птичка. «Разве ты не знаешь, что море очень далеко отсюда? Даже когда я взлетаю над горами, я не вижу его. И тебе, чтобы добраться до моря, надо пробежать через многие горы и равнины». «Да, я знаю, путь к морю нелёгок», — прожурчала струйка, — «и всё же я непременно увижу море». Серой птичке надоело слушать упрямую струйку, и она, взмахнув крыльями, улетела. А струйка медленно продвигалась вперёд. За первый день пути она с трудом преодолела лишь несколько метров. Один раз вовсе исчезла под землёй, но вскоре опять выбрала снаружу. Прошло несколько дней. Теперь струйка стала очень длинной, хотя так похудела, что порой даже прерывалась. Но однажды утром она увидела в поле другую струйку и, заторопившись, вскоре догнала её. «Ты куда бежишь?» — спросила её вторая струйка. «К морю!» — ответила ей путешественница. «Неужели?» — удивилась вторая струйка. «Ведь ты такая маленькая!» «Я всё равно увижу море!» — уверенно прожурчала первая струйка, а потом предложила. «Давай побежим вместе!» Вторая струйка не заставила себя долго уговаривать, и они, весело перекликаясь, побежали вперёд. Но вдруг резко остановились и замерли в ужасе. Перед ними была пропасть. «Скорее назад, иначе мы упадём!» — закричала вторая струйка. «Смелее прыгай!» — подбодрила её подруга. На дне пропасти струйки пробыли до позднего вечера, так как долго не могли отыскать дорогу. Но в конце концов, весёлые и счастливые, они выбежали на равнину. Они двигались теперь очень быстро и вскоре легко догнали третью струйку, пересекавшую равнину. Поравнявшись, подружки спросили её. «Ты куда держишь путь?» «Я убегаю от овец!» — печально прожурчала третья струйка. «Они пили мою воду, а я боялась, что скоро они не оставят во мне ни одной капельки. А куда я бегу? И сама не знаю, как говорится, куда глаза глядят, лишь бы подальше от этих кудрявых и рогатых толстух. Так присоединяйся к нам!» — предложили ей подруги. И третья струйка с радостью согласилась. Теперь не три маленькие струйки, а один звонкий ручеёк торопился по направлению к морю. А на следующее утро они заметили в долине у картофельного поля настоящий ручеёк, который резвясь перепрыгивал с бугорка на бугорок. «Давайте его уговорим влиться к нам!» — зашептались между собой струйки. «И тогда мы станем намного сильнее». К их великой радости шаловливый ручеёк оказался очень сговорчивым, а вскоре к ним присоединилась маленькая речка. Потом ещё одна, и все вместе они составили теперь широкую и полноводную реку, которая стремительно неслась по ущелью к морю. И вот долгожданный момент настал. Впереди заблестело огромное синее-синее море, и вскоре речная вода застучала округлые прибрежные камешки. Речка с шумом и гулом, таща за собой песок и камни, ворвалась в море. Небо было безоблачным, над морем ярко светило солнце. Вот так. А теперь мы отправимся в русскую народную сказку. «Петушок с золотой гребешок» и «Чудо-меленка». В ней живут дедушка и бабушка, старик со старухой. Ели как-то старик со старухой горох и уронили одну горошину на пол. Покатилась горошина по полу и скатилась в подполье. Долго ли, коротко ли лежала там горошина, только вдруг стала расти. Росла, росла и выросла до полу. Старик, а старик? Ася. Надо бы на пол-то прорубить. Пускай горошина растет выше. Как вырастет, станем в избе горох рвать. Ну, как скажешь, так и сделаем. Старик прорубил пол, а горошина все растет, дорастет. И доросла до потолка. Прорубил старик и потолок, а горошина все растет, дорастет. И выросла до самого неба. Старик, а старик? Ася. Что-то гороху хочется. Возьми-ка с мешок и полезь на горошину-то, с ручки рвать. Как скажешь, так и будет. Сорвут тебе гороху. Лез, лез, старик по горошине. Добрался до туч и видит, сидит на тучке петушок-золотой гребешок. А рядом стоит меленка, золотая-голубая. Старик недолго думал. Взял и меленку, и петушка и спустился по горошине в избу. Вот тебе, старуха, подарочек. Петушок-золотой гребешок да меленка. Их, ну-к-ну-к, посмотрю я. Что ж это за меленка? Взяла меленку, повернула разок. Глядь, упали на стол блин да пирог. Повернула еще разок, опять упали блин да пирог. Дед, дед, смотри, чудеса. О, и впрямь чудеса. Что не поверну, все блин да пирог, блин да пирог. Вот теперь мы заживем, старик. О, заживем, старуха. Ни у кого муки не будем просить. У всех будем только угощать. Хорошо стали жить старик со старухой. Не тужили. Но однажды какой-то богатый барин украл у них меленку. Хватились старик со старухой. Нет меленки. Стали они горевать, слезы проливать. Ох, как хорошо-то нам было. Эх, только недолго наше счастье продолжалось. Кто ж теперь, кто ж теперь нам поможет? Кто вернет нашу меленку? Я! Кто это? Я, кукаря-кух. Не плачь, дедушка. Не плачь, бабушка. Я вам помогу. Да как же, да как же ты поможешь-то, голубчик? Полечу к богатому барину, отниму нашу меленку. Да неужели? Неужели? Вот увидите, кукаря-кух. Взвился петушок и полетел над полями, над реками, над дремучими лесами. Прилетел к барскому дому. Кукаря-кух. Барин, барин, отдай нашу меленку, золотую-голубую. Не дает барин меленку, будто не слышит. Кукаря-кух, отдай нашу меленку, золотую-голубую. Рассердился барин, приказал слугам схватить петушка и бросить в воду. Поймали слуги петушка, бросили в колодец. А, со мной не так легко справиться. Сейчас выпью всю воду. Носик-носик, пей в воду. Носик-носик, пей в воду. А, вот. Все выпил. Выпил и вылетел из колодца. Полетел снова к барскому дому. Кукаря-кух, барин, барин, отдай нашу меленку, золотую-голубую. Ну, петушок еще пуще, рассердил барина. Велел он слугам бросить петушка в горячую печь. Поймали петушка и бросили в печь. Но петушок наш не сгорел. Носик-носик, пей в воду. Носик-носик, пей в воду. Ух, вот так. Кажется, весь огонь в печи залил. Эх, плечу. Кукаря-ку. Барин, барин, отдай нашу золотую меленку, золотую-голубую. Не захочешь отдать? Буду в голову клевать. Кукаря-ку. И давай клевать. Барин туда, барин сюда. А петушок не отстает. Прямо в голову клюет, клюет, клюет. Потом схватил меленку, и полетел к старику и старухе. Ой, кукаря-ку. Полетел. Ах, да никак это наш петух летит. Кукаря-ку. Ой, и голос будто радостный. Ах, да не возвращает ли он нам мельницу? Ну, где ему взять ее? А, мне где взять? Кукаря-ку. Где взял, там ее уже нет. Берите в вашу мельницу золотую-голубую. Ох, спасибо. Петенька, кормилец ты наш. Кукаря-ку. Ну, и петушок, ну, и молодец. Взяли старик со старухой меленку и стали жить, поживать, всех блинками да пирожками угощать. Ну, вот, сказки кончились. Я очень прошу тебя, друг мой, напиши, пожалуйста, какие народные сказки ты знаешь и какие хотел бы услышать по радио. А маленькие художники пусть нарисуют петушка, чудо-меленку, двух братьев, водяную струйку и серую птичку. Словом, все, все, что захочется. Мой адрес Москва, радио, сказочнику.